По исследованиям российских ученых, самый главный секрет семейного счастья – это детский смех. Ну а теперь уже вот без смеха. По исследованиям тех же ученых, главной причиной отказа заводить детей становится прагматизм молодых пар. Молодым россиянам кажется, что дети могут ограничить их свободу. Мысли примерно такие. Но не возьмешь же малыша, например, в путешествие, на отдых в Африку. Хотя почему бы нет? На примере молодой пары, которую вы увидите прямо сейчас, мы готовы с этим поспорить. Семья Чистовых-Павловых не разделяет расхожее мнение о том, что родительские обязанности – это тяжелый труд, в котором нужно обязательно делать перерыв на отдых. Когда все едут в отпуск без детей, они поступают наоборот. Ну это глупость, если ты уезжаешь куда-то на две недели, уезжать без них, потому что это самое лучшее, что ты можешь с ними разделить. И вообще ребенок в путешествии мобилизуется, и мама мобилизуется, и многие вещи, которые дома тяжело, там легче. Их опыту совместных семейных поездок позавидуют иные тревел-блогеры. Елена путешествовала еще до рождения первого ребенка. Побывала в 50 странах, облетела все континенты. Не сидела на месте даже во время беременности. А когда на свет появилась дочка Забава, уже через три месяца взяла ее с собой в Черногорию. В полтора года они объехали всю Иорданию, а в два покорили одну из вершин Аквадора. В этих семейных поездках Елена приобрела редкий опыт, которым сейчас охотно делится с молодыми родителями. В своем блоге она советует менять режим путешествий со взрослого на детский. Грудному ребенку вряд ли понравится поход в музей или утренний переезд на машине с одного места на другое. А вот знакомство с природой в маленьком возрасте – это всегда выигрышный вариант. Если это Африка, пусть там будут жирафы, пусть там будут гепардов, даже она видела там, не знаю, да хоть лошади. Это не важно, насколько они будут экзотические. Пусть это будет корова или коза, но это гораздо интереснее ребенку, чем какая-нибудь там, не знаю, живопись мировая. А если ты путешествуешь с малышом, ты сосредоточен в большей степени на нем и на совместном опыте. Ну, например, мы поехали с Забавой в Намибию, ты не показываешь книжки на носорога, а показываешь носорога вживую. Ну, это какой-то опыт другой. По первому образованию Елена – психолог, по второму – кинооператор. Появление детей, конечно, внесло в ее жизнь существенные коррективы, но сын и дочь никогда не мешали ей заниматься любимым делом. Так обычно и бывает. Если я работаю, то дети обычно приходят в любой момент. Однажды она читала курс лекций в Академии народного хозяйства. Дочку, как всегда, оставила бабушке, но Забава решила не отпускать маму на работу. Я вышла в перерыв, она заплакала, мама и только мама. И мне пришлось на аудиторию 40 человек выйти с малышом в слинге. Ну, как бы люди сидели, смотрели. Ребенок тут же уснул, замолчал, я спокойно отработала. Уже будучи родителями двоих, они купили дачу, квартиру и даже начали свой бизнес. Но останавливаться на достигнутом пока не собираются. Я бы хотела третьего, но надо с мужем договориться. Муж, кажется, и не против. Профессия в сфере IT, конечно, отнимает много времени, так что дома Александр бывает лишь по вечерам и в редкие выходные. Зато во время совместных путешествий его отцовские инстинкты раскрываются в полную силу. Вот этот опыт, когда ты неделю, две или десять дней втроем, ну вот сначала втроем, он потрясающе включает отцовство. Для меня это любое время, в том числе поездка, это возможность быть с детьми. И возможность показать им что-то чудесное. И возможность этот опыт с ними разделить. Даже после рождения второго ребенка они не стали нанимать няню, хотя могли себе это позволить. Циклиться на воспитании детей тоже не стали. Эту возможность жить полной жизнью и делиться ею с дочерью и сыном Елена и Александр называют счастливым случаем, а еще секретом их личной семейной гармонии. Субтитры создавал DimaTorzok